Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим сейчас о третьей главе Евангелия от Марка. Во второй предыдущей главе Евангелист рассказывает о предъявляемых Иисусу требованиях, таких же, как к обычным людям, и о том, как поступает Иисус, который в первую очередь руководствуется состраданием, милосердием, состраданием к тем людям, которые перед ним находятся, потому что действительно для Иисуса одно дело – теоретические правила, и гораздо более важное дело – практическая реальность человека, который стоит перед ним. И Евангелист говорит о том, что, собственно, заповеди существуют, ну, вернее так, он свидетельствует о позиции Иисуса, который говорит, что заповеди существуют для того, чтобы сделать наш диалог с Богом возможным, чтобы облегчить его. В конце второй главы Господь говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. И продолжается эта же тема в самой первой истории третьей главы, где Господь Иисус приходит в синагогу, и там был больной человек, у которого была иссохшая рука. И дело было опять в субботу, и здесь уже, как свидетельствует евангелист, за Иисусом следят, чтобы подловить его, чтобы задокументировать факт того, что он нарушит некоторые правила, будет нечто делать в субботу. Да, при этом никто не готов обсуждать, что считать работой или нет. Главное только наблюдать за ним, не исцелит ли он этого сухорукового в субботу. И здесь евангелист Марк свидетельствует нам вслед за апостолом Петром, что Господь задает окружающим вопрос, а что, собственно, можно делать в субботу, если запрещено что-то, то что именно запрещено? И есть ли что-то такое, что можно делать, или нужно вообще лежать без движения, как лежачий камень, под который вода не течет? И Господь говорит, что, собственно, должно ли в субботу делать добро или делать зло, спасти душу или погубить? По-другому вопрос можно было бы сформулировать, если некоторые действия являются очевидным благом, реальным благом для реального человека, тем, что Иисус называет добром, можно это делать или нет? Поразительным образом окружающие в синагоге фарисеи и книжники молчат, потому что, с одной стороны, им, наверное, хотелось бы сказать, что ничего нельзя делать, а с другой стороны, стыдно, стыдно сказать такую очевидно мерзкую вещь. Им, может быть, стыдно самих себя, может быть, свидетелей этой сцены. Важно очень, что они молчат. И вот тогда Господь, скорвя об ижесточении сердца их, обратите внимание, не начинает их переубеждать, не начинает им что-то доказывать, какие-то теоремы, но оборачиваются к этому сухорукому человеку и исцеляет его. Говорит, протяни руку твою, и она стала здоровая, как другая. Делает, в общем, это вполне намеренно, вполне намеренно показывая, что на самом деле, с его точки зрения, зло нельзя делать в субботу, впрочем, во все остальные дни, ясное дело, тоже. А добро в субботу делать можно. И вот тут, собственно говоря, по крайней мере, некоторые фарисеи делают свой выбор, потому что они говорят, что нет, так быть не должно. И выйдя, немедленно сговариваются с некоторыми другими социальными группами против Иисуса для того, чтобы его погубить. Потому что этот конфликт, он действительно для фарисеев чрезвычайно драматичен. Они всю свою жизнь посвятили соблюдению правил, и главное тому, чтобы научить всех окружающих эти правила соблюдать. А Иисус говорит о том, что главное – это встретиться с Богом и дать Ему возможность войти в твою жизнь и действовать, и что-то в ней менять и исцелять. Теперь дальше, в третьей главе, евангелист Марк говорит о том, что в конечном итоге таких людей, которые сами к нему приходят за исцелением или приводят своих родных, близких, друзей, становится все больше. Множество народу идут за Иисусом из самых разных частей Палестины. И кроме того, евангелист говорит о том, что духи нечистые выходят из этих людей, часто с криком «Ты, Христос, Сын Бога Живого» или «Ты, Сын Божий». Обратите внимание, что чудеса вообще и подобного рода вскрикивания бесноватых в том числе никаким образом не являются для Господа Иисуса инструментом миссионерской деятельности. В большинстве случаев он говорит «Замолчи, выйди из него и никому не говори». Людям, которые исцеляются, чаще всего он говорит «Иди, благодари Бога, славь его и никому не говори». Потому что вполне можно себе представить пиар-кампанию, которая будет основана на том, что вот наш учитель, самый-самый, все исцеляет и так далее. И, конечно, придут толпы. Но это, в общем, будет не совсем то или совсем не то, что хотел бы видеть от нас Господь Иисус в качестве отклика. Дальше евангелист Марк рассказывает о призвании 12 апостолов, тоже, собственно, очень коротко говоря, зачем Иисус их выбирает, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они исцеляли от болезней и изгоняли бесов. И вот на самом деле невозможно отделить эти две задачи. Проповедовать, исцелять болезни, в том числе изгонять бесов. Господь отправляет апостолов на эту проповедь для того, чтобы есть о нем известие, о нем достигло как можно большего числа людей. При этом, понимаете, чудеса ведь совершаются, и никуда от них не денешься. Чудеса вообще в жизни бывают, и в ту эпоху в том числе. И вот поэтому вокруг Иисуса начинаются такие концентрические расходящиеся круги разговоров о чудесах, которые совершает он, о том, что он делает, и как ему это удается. И вот кто-то, как книжники, пришедшие из Иерусалима, говорят, что нет, не может такого быть, чтобы этот человек с такими взглядами, с такой системой ценностей и приоритетов так поступающей, чтобы он совершал чудеса. Он, наверное, изгоняет бесов силой Вильзевула, князя Бесовского. Довольно гадкое богохольство, строго говоря, конечно же. И на это Господь говорит о том, что надо различать результаты, плоды, что происходит в результате того, как действует Иисус. Не проверять технологию и законность всех его действий, а смотреть на то, что реально получается, на то, что бесы изгоняются, больные исцеляются. Господь говорит таким образом, что окружающие могут видеть в происходящем его победу над злом и человеческой немощью. Однако, вот все эти разговоры об опасностях, неправоте, неблагочестии и так далее Иисуса, вещь далеко не простая и безобидная. Поэтому Господь дальше в Евангелии от Марка говорит о том, что есть вещи, которые делают прощение невозможным. Тоже трудная такая, смутительная для современного читателя вещь, когда Иисус говорит, что простятся все грехи и хуления, какими бы люди ни пытались хулить Бога. Но есть нечто, что он называет хулой на Духа Святого, что ни при каких обстоятельствах проститься не может. При ближайшем рассмотрении, понимаете, дело не в том, что это слишком опасный грех или слишком тяжелое оскорбление Бога. В конце концов, любой грех и любое оскорбление Бога страшны и тяжелы. Но, судя по предыдущим рассказам Евангелия от Марка, Христос в первую очередь имеет в виду, что до тех пор, пока человек не примет, не согласится на ценность реального исцеления, реального изменения жизни конкретных людей, даже не согласится на то, что это действительно важно. Он не сможет даже свое собственное прощение от Бога принять. Это становится невозможным. Поэтому, подытоживая эти истории, с исцелениями, Христос говорит о том, что если мы не согласны предоставить Богу право действовать так, как Он действует, предоставить Богу право дорожить реальной жизнью конкретного человека больше, чем теми или иными правилами. Если мы такого права Богу не предоставим, то и наше собственное прощение, наше собственное примирение с Богом окажутся сильно под вопросом. Обращаясь же к окружающим, которые не являются в этом споре и конфликте стороны, Господь говорит в самом конце третьей главы, вот, собственно, участниками моего царства, родными мне людьми становятся те, кто будет исполнять волю Бога. Но волю Бога подлинную, подлинную, которая заключается в спасении людей, а не в соблюдении формальностей. Субтитры подогнал «Симон»